Я работал на стройку. Пожар произошел на 25 этаже микрорайона Светлый. Я увидел женщину, но ребенка на руках. В панике хозяйка с грудным ребенком выбежала не на улицу, а на лоджию. Я побежал через забор. Он перемахнул через двухметровый забор. Я попросил молоток. Человек труда воспользовался молотком и, собственно говоря, победил дверь. После этого вынес ребенка, а за ними вышла уже и мать. Очень хотелось бы помочь. Случаи героизма достаточно редки в наше время. Эта программа «Все говорят об этом». И сегодня мы будем говорить о мигрантах. О людях, которых мы видим на улице. Они что-то строят или подметают, одеты в спецовки. Но мы не говорим с ними. Мы четко отделяем нас от них. Мы не знаем, как они живут, чего хотят. Мы относимся к ним с настороженностью, как ко всем чужакам. Между тем, они живут рядом с нами, хотя для нас почти невидимы. И они, например, готовы нас спасать. 1 августа в жилом доме в микрорайоне Светлый начался пожар. Хозяйка с грудным ребенком выбежала на лоджию и звала на помощь. Крики услышал гражданин Таджикистана Манучех Расулов, работавший на соседней стройке. Мужчина не растерялся, взбежал на 25-й этаж, вскрыл дверь молотком и вынес мать и ребенка из квартиры. Спасательная операция благополучно завершилась еще до приезда пожарных. После строитель вернулся на свое рабочее место. И Манучех Расулов у меня в студии. Здравствуйте, рад вас видеть, рад познакомиться. Спасибо, что пришли. Здравствуйте. Присаживайтесь. Рассказывайте, как это было. Спасибо. Ну, я работал на стройку, ну, это стяжка, ну, занимался. Ну, я увидел женщину, ну, ребенка на руках. На балконе? Да, на балконе. А я быстрее пошел, ну, это позвал, ну, помощь, на помощь. А я побежал через, ну, через забору, а я пошел на лестницу. До 25 я поднялся, там, там был один мужик и стоял. Сказал, давай, это, через глазок, глазок открываем, ну, ваду будем пускать. Потом я держал, и пять минут на ваду, на глазок. Я смотрю, не получится. Я попросил молоток. И вскрыли дверь. Да. Манучех работал на стройке компании Тен Девелопмент. И я приглашу на помощь рассказам директора компании Тен Девелопмент Юрия Романовича. Здравствуйте, Юрий Алексеевич. Добрый день. Присаживайтесь. Что вы об этом знаете? Ну, как любой руководящий сотрудник, я узнал об этом от своих товарищей. И история показалась крайне интересной, потому что случаи героизма, они достаточно редки в наше время. Вот, то, что мы знаем... Добавьте красок к рассказу, Манчехра. А, безусловно. Пожар произошел на 25 этаже микрорайона Светлый. Домохозяйка готовила вафли, загорелось масло. Видимо, неудачная попытка потушить масло привело к тому, что загорелась вся квартира. В панике хозяйка с грудным ребенком выбежала не на улицу, а на лоджию. И принялась кричать о помощи, потому что в квартиру было уже не попасть. То есть она не могла пройти через квартиру к дверям? Да, там уже было задымление и серьезный пожар. Вот, собственно говоря, в панике, видимо, ну это со слов уже жильцов района, она вытянула ребенка на руках над лоджией и попыталась привлечь соседей, чтобы сбросить и спасти ребенка. С 25 этажа. С 25 на 24 и попытаться спасти. Собственно говоря, здесь многоуважаемый сотрудник нашего подрядчика и услышал эти крики. Не знаю, что случается с людьми в такие моменты, но по описаниям наших сотрудников, что происходило дальше. Он перемахнул через двухметровый забор, пронесся от строящегося дома в дом, в котором был пожар, а к этому моменту в связи с пожаром автоматика спустила лифты вниз. И, собственно говоря, пробежать 25 этажей пешком, ну это такое себе мероприятие, можно как-нибудь попробовать. На забеге в Высоцком, например? Да, да. Вот. Ну, дальше наши замечательные жители стояли около квартиры, не могли попасть. И пытались заливать через глазок, как рассказал Манучехов. И пытались заливать через глазок, да. Но вот человек труда воспользовался молотком и, собственно говоря, победил дверь. После этого вынес ребенка, а за ними вышла уже и мать. Ну, в общем... Манучехов, в квартире был огонь? Да. Вам было страшно? Ну, это... Наверх двери, ну, это видно было дым. Дым идет, видно было. Вы боялись? Нет. Нет? Нет. Вы почему решили побежать спасать? Ну, когда я увидел, а мы мусульмане, каждый и каждый мусульман должен так поступать, что окружающие от него были спокойнее. Ну, я очень хотел, я очень хотел, чтобы помочь. Юрий Петрович, какая-то награда героя дождалась или, может быть, ждет? Ну, безусловно. Мы поймали героя в тот же день. Он перепугался, что его накажут за самовольное оставление стройки. Но директор генпатериальной компании его нашел. Вот, вручили материальное небольшое поощрение от нашей компании и грамоту с благодарностью от нас. Ну, и, насколько я знаю, консул Таджикистану тоже благодарственным письмом отметил поступок. Позвольте вас от имени областного телевидения поблагодарить за ваш поступок. Спасибо большое. Спасибо вам. Нам с вас нужно брать пример. И я должен сказать, что это совсем не первый случай, когда мигранты спасают жизни россиян. Рабочий Айбек Ештемиров спас девушку из горящего дома в московском районе Чертаново. Мужчина проходил мимо, заметил пожар, быстро сориентировался, поднялся в соседнюю квартиру, выбил секцию остекления и перетащил потерпевшую через перила балкона. Дворник Хамид Абдулоев спас младенца, которого нерадивая мать спустила в мусоропровод. Ребенок пролетел 20 метров, но остался жив. Детский плач услышал Хамид. Он разгреб мусор и вытащил малыша. Курьер Марат Исаев спас женщину в метро. У пассажирки случился приступ эпилепсии. Она упала на рельсы. На помощь поспешили полицейский Артем и мигрант Марат. Мужчины спрыгнули на пути, закрыли женщину с собой, пропуская проходящий поезд, а затем подняли на перрон. Юрий Алексеевич, как много мигрантов работают на ваших объектах? Вы знаете, на самом деле об этом вопросе я говорю, наверное, последние лет пять. О том, что именно те, кого можно отнести к людям труда, те, кто работают руками на наших стройках, это в подавляющем большинстве, до 80%, это приезжие гости из стран СНГ. На самом деле ИТР, то есть инженерный персонал, руководящий состав, ну те, кто просиживают штаны в офисе, это, наверное, местные. А на стройках работают в основном приезжающие из сопредельных республикантов. Ну, то есть начальники местные, работают мигранты. Вы наверняка анализировали ситуацию и спрашивали сам себя, почему так? Да, и безусловно, на самом деле проблема, ну, на мой взгляд, мнение может быть субъективное, проблемы две. Во-первых, это проблема среднего профессионального образования, то есть система ПТУ, которая работала в Советском Союзе, к сожалению, сейчас не работает, не готовит специалистов, ну, грубо говоря, штукатуров, маляров, инженерный персонал по сетям, которые делают электрику ту же. А люди, которые приезжают и хотят учиться, достаточно быстро этому учатся. То есть и ПТУ могло бы достаточно быстро готовить этот персонал. На самом деле на сегодня на стройке человек труда может заработать там от 50 до 150 тысяч в месяц абсолютно спокойно при нормальной выработке. И мы готовы платить эти деньги. И сейчас мы испытываем, особенно после истории с ковидом с 2020 года, мы испытываем достаточно большой дефицит, не только наша компания, это в целом по отрасли, все об этом знают, что дефицит кадров есть. По поводу местных, ну, пока есть возможность зарабатывать Яндекс.Курьером, работая в магазинах, запуская стартапы, молодежь ищет более легких денег. И приучения к труду с детства, наверное, не существует. Хотя очень достойные зарплаты сейчас. Мигранты что из себя представляют? Что это за люди? Ну, потому что есть такой стереотип, что они работают за копейки, выполняют неквалифицированный труд и живут по 20 человек в одной комнатке. Ну, это реальный стереотип. На самом деле уровень профессионализма у приезжающих специалистов, он зачастую не ниже, чем у местных, тем более, что местных практически не осталось. Безусловно, есть какие-то подсобные работы, которые не требуют профессиональных навыков, там такое может и присутствует, но вот на специализированных работах по стройке я такого не заметил. Достаточно грамотные, достаточно обучаемые специалисты. Более того, когда они работают в бригадах, там хорошо у них работает институт наставничества. То есть, когда более старшие, более опытные сотрудники учат, как правильно делать. Есть проблемы, скажем так, адаптации в среде, но этим, я так понимаю, занимаются местные общины. Ну, и мы об этом еще тоже поговорим сегодня. Но вы сказали, от 50 до 150, это вы местным предлагаете? Или это мигранты зарабатывают реально? Нам ведь не принципиально, кто будет работать, кто будет эту штукатурку укладывать на стены. Мы готовы привлекать местных специалистов. Если сейчас посмотреть на HeadHunter, тот же, на другие сайты о работе, там не указывается ведь национальность. И требуются рабочие разных специальностей в разные бригады. Начиная от каменщиков, оконщиков, сетевиков, отделочников. Вопрос в том, что на внутреннем рынке найти этого специалиста практически невозможно. А рабочие мигранты, иностранцы, они хорошие рабочие? Они вас устраивают как работодатели? Ну, я не знаю, насколько это будет, скажем так, в тренде. У меня позиция по поводу мигрантов, приезжих и вот этого всего, она немножко другая. Я родился все-таки в другой стране, в Советском Союзе. Можно сказать, по фамилии, мои предки тоже мигранты из Беларуси. Да и много кто на Урал приехал за это время. Поэтому для меня нет мигрантов, да, это для меня все равно какое-то единое пространство. Я воспринимаю людей. Вот человек, который работает, который хочет работать, который приносит пользу, там, грубо как это, как бы вообще не звучало, обществу. И создает какой-то добавленный эффект от своей работы. Для меня национальность не имеет. Поэтому у меня нет никакого предрассудка и в нашей компании нет. Ну и вот этот поступок, он ведь на самом деле показывает, что героизм и отношение человеческое, оно национальности не имеет. Как много трудовых мигрантов приезжают в Россию? Давайте посмотрим. В 2021 году в страну въехало более 2,5 миллионов трудовых мигрантов. В 2022 уже на миллион больше. Причина – отмена ковидных ограничений. В первом квартале текущего года на поиски работы в Россию приехал 1 миллион 300 тысяч граждан иностранных государств. Разрешение на работу оформило 62 тысячи человек в 2020 году, более 90 тысяч в 2021 и 2022. И, судя по данным за первые 6 месяцев, в нынешнем году цифра будет не меньше. Приток мигрантов в Свердловскую область, напротив, снизился. Данных за 23-й год пока нет, но тенденции, похоже, сохранятся. Зато желающих работать официально стало больше. Число законопослушных мигрантов выросло на 35%. Мы выяснили, что местные жители не идут работать на стройку на вполне приличные зарплаты. Почему? Я спрошу об этом у Светланы Беляевой, специалисту в ПЭЧР. Здравствуйте, Светлана. Спасибо, что пришли. Присаживайтесь. Почему местные не идут работать на стройку? Знаете, можно сказать, исторически так сложилось. Есть пол-профессии... Многие не ведут на стройку наших с вами соотечественников. Есть пол-профессии, которые предпочитают, скажем так, мигранты. Да, местные их не очень долюбливают. Ну и работодатели тоже отдают предпочтение, собственно, мигрантам. По какой причине? Потому что они более трудоспособны, более, наверное, проявляют желание работать, чем местные. И работодатель их за это... То есть мигранты в каких-то ситуациях лучше работники, чем местные? Да, это я вам точно могу сказать. Ну это действительно так. Это то, о чем я сказал. Уничтожена система профессионального, среднепрофессиональной подготовки кадров. Ну, грубо говоря, где у нас в городе можно поучиться на маляра? Не знаю. Или на штукатуру? Ну, наверное, нигде. То есть это сейчас передается из уст в уста, на стройки уже учат, если наставничество. Если местный человек придет и скажет, ребята, хочу работать, возьмите меня в бригаду, научите. Это возможно? Вы не поверите, такое происходит. Иногда, но такое происходит. Если к вам придет местный, вы научите его работать? Да, научусь. Светлана, где работают мигранты? Ну, в основном это тот труд, который не требует высокой квалификации, так скажем, да. Где проще устроиться на работу? Это технические специалисты, то есть мойщики, уборщики, грузчики, различные помощники в разных сферах. Ну и стройка, да, самая популярная тема. Мы сможем обойтись, наш рынок труда сможет обойтись без мигрантов? Вы знаете, мы в 19-м году... Обходились как-то. Ну, как сказать как-то? Очень плохо. Давайте скажем так. Тогда стройка не встала. Я в то время работала в ресторанном бизнесе, и вот эту сферу очень сильно коснулась. То есть, ну, правда, вроде бы, да, такая незначительная должность, там, мойщик посуды. Но, по сути, если не будет этой единицы, ресторан встанет. Ну, все, ресторан встанет, естественно, никто не будет из грязной посуды. Ну, и когда мы столкнулись с пандемией, током сильным, то здесь, конечно, всем было очень непросто. То есть, мигранты нам необходимы? Я бы сказала, да. Мы не можем заполнить, насытить наш рынок местными кадрами? Слепим не можем. Просто вот не можем. Не то, что не хотим, даже захотим не сможем. Да, прецеденты были, но не получилось. Подчеркиваем, запоминаем. Сейчас мы будем говорить о том, как мы с вами, мы с вами относимся к мигрантам. Новые гости в студии. Я спрошу у Фаруха Мерзоева. Вы в городе чуть известны, хотя мигрант, хотя сейчас гражданин России. К вам относятся понятно как. Как относятся к вашим соотечественникам и другим людям, которые приезжают в Россию из разных стран? Ну, по-разному относятся. Конечно, это зависит от конъюнктуры политической. То есть динамика плавающая. Когда какие-то резонансные преступления или что-то происходит на политической арене, конечно же, отражается на мигрантах. Если положительные поступки какие-то или статистика правильная идет, то, что показывает пользу от труда мигрантов для общества, российского общества или какие-то подвиги, конечно, ситуация меняется. Но, в общем, ситуация 60 на 40. То есть это связано с... 60 и 40 чего? 60 положительно, 40 отрицательно. Но опять иногда бывает, что 70 на 30. И это связано не с тем, что именно националистические высказывания, но различного рода стереотипы создают вот такие неприемлемые условия для восприятия иностранных граждан. Манучех, Руас, спрошу, какое отношение вы чувствуете к себе? Вы, ваши товарищи? Я не знаю, как сказать. Хорошо к вам относятся, плохо. Что вы чувствуете? Нет, это все нормально. Все нормально? Да. Андрей Мазолин, социолог. Что социология нам говорит об отношении нас, местных, к приезжим? Ну, социология вообще много чего говорит интересного. На самом деле большинству людей, и тут я с Фарухом согласен, потому что соотношение 30 на 70, оно, как правило, присутствует. Так вот, 70%, во всяком случае, если мы берем Екатеринбург, Свердловскую область, вообще без разницы, мигрант, не мигрант, приезжий, не приезжий. Он работает нормально, ведет себя достойно, не пристает на улице, и нам без разницы, какая у него национальность. При этом, опять же, если мы берем, например, город Екатеринбург, даже по районам мы можем посмотреть, что ситуация несколько иная. Ну, сортировка это одна? Да, железнодорожный район, сортировка это одна история, а по остальным районам, как бы, такой вообще проблематики, как правило, нет. И еще раз повторюсь, что, ну, в целом отношения, которые, скажем так, показывают опросы, очень спокойно у нас только в Екатеринбурге 130 разных национальностей проживает, как бы, и тут без разницы. Но есть другая картинка, есть другая социология. Мы в свое время делали ряд исследований, связанных с изучением СМИ, как они подают представителей разных стран. Вот, и картинка, конечно, получалась очень забавной. То есть, с одной стороны, это, допустим, США, Германия, Англия, где все хорошо, замечательно. Когда мы берем публикации, связанные, допустим, с Таджикистаном, в смысле, представителей Таджикистана, Киргизии, Казахстана, картинка совершенно другая. То есть, основной упор, как бы, не на экономику, не на развитие и так далее, а на преступления и все, что с этим связано. Мы решили поиграть в народную социологию и спросили у прохожих, как они считают, нужны ли нам мигранты. Сегодня это один из рычагов экономического роста, но в том числе у коренного населения, у россиян, часто возникает к приезжим людям непризнь, возникают межнациональные конфликты. У нас их слишком много, нелегальных и всяких, они уже нам мешают жить, я так считаю. Ну, в принципе, нужны у нас, по-моему, дефицит рабочих сил. Думаю, их хватит достаточно. Я думаю, все равно люди нужны, потому что у каждого свои какие-то задатки, таланты в своем деле. Без них никак сейчас. Кто будет убирать территории? Во всех дворах только они убирают. Я не вижу русских людей совершенно, нигде, ни в каком городе. Фарух, нужно ли менять отношения нас, местных, вы-то тоже местные уже на самом деле, к мигрантам? Я думаю, что, конечно же, адаптироваться надо, помогать мигрантам, потому что все правила создает государство и принимающая сторона. Если человек к вам в гости пришел, вы не покажете ему место и не покажете условия проживания, конечно, он будет нарушать. Конечно, надо помочь в адаптации. И те люди, которые приносят пользу, конечно, они нужны нашему государству. Но я сейчас не согласен с ними, потому что сейчас появляются и достаточно высококвалифицированные специалисты в области IT-технологий. Много очень военных среди мигрантов, которые исполняют свой долг на территории соседнего государства. Есть очень много людей, которые и в медицинской сфере работают. Думаю, что этот потенциал надо использовать и, конечно же, в интересах общества. Алексеич, нужно ли нам менять отношения нас, общества, к мигрантам? Ну, как правильно сказал специалист. Я же не специалист, я могу только за свое отношение. Конечно, я об этом и спрашиваю. Менять надо голову общества употребления, которое забило ее. И вот те, кого вы показали, это же основная зависть. Те, кто приезжают, они нацелены работать. У них есть цель. Они приехали работать, зарабатывать. Они создают продукты, они зарабатывают деньги. Многие из них хотят остаться здесь. При этом, с обратной стороны, у местных, проживающих, раз мы термины, мигранты и местные, я вижу нежелание работать, нежелание зарабатывать, отсутствие каких-либо целей в жизни. Я это наблюдаю. Тех, кто приходит на собеседование, они долго не держатся на работе. И, собственно говоря, выбирая между специалистами сопредельного государства, я лучше его научу, потому что он хочет работать, чем буду пытаться работать с тем, кто не хочет. Поэтому отношения в обществе, наверное, менять не стоит. Надо менять общество само, менять приоритеты, скажем, ценности у молодежи. Вот, то есть, институт воспитания. И правильно сказал уважаемый представитель Таджикистана о том, что надо адаптировать. То есть, помимо того, что мне нужны настройки сейчас, центры, где будут учить людей труда, но мне нужны центры, где будут адаптировать приезжающих специалистов к жизни здесь. Об этом давно, мы не первый раз об этом говорим, согласитесь. Есть две проблемы, потом ты меня поправишь в отношении к мигрантам. Во-первых, мы настороженно относимся ко всем чужакам. Это в нас просто заложено биологически-исторически, это факт. Во-вторых, мы судим по крайностям. Мигранты, конечно же, совершают преступления, так же, как и местные. Но если про преступления местных рассказывают не про все, то про мигранта расскажут обязательно. Мы вышли на улицу, провели эксперименты и спросили у прохожих, что им не нравится в мигрантах. Они на таксистов нападают, вон пишут все время, что не будет. Идешь по своему городу, кругом иностранная речь. Как-то они себя немножко ведут не так, как хотелось бы. А может быть, это так кажется. Я сталкивалась с людьми, которые работают, приезжая из Татистана, мне ничего плохого они не сделали. Мне нравится, что их очень много. На одного русского там 10 мигрантов. Нравится, если они заняты делом для пользы. А так лишних людей нам не надо. Вот смотрите, мы говорили о том, что мигранты нужны нашему рынку труда, он без них не проживет, Светлана, да. Да. Прохожие говорят, их что-то много и лишних нам не надо. Андрей, прокомментируй, как социолог. Ну, я начну с той фразы, которую ты про чужаков сказал. Потому что, опять же, как показывают и наши исследования, как показывает и бытовая практика, неважно, откуда человек приехал, из Таджикистана или из Белоруссии, например, он чужой здесь, и мы чужаков воспринимаем не очень хорошо. Причем даже те люди, которые сами когда-то не так давно были мигрантами. Что касается отношений, то есть одна простая вещь. Без притока мигрантов у нас страна, любое сегодня развитое государство, не выживет. Причем мы можем посмотреть на мировой опыт. Во Франции бьют во все колокола со словами «Нам нужна вменяемая миграционная политика», потому что в противном случае у нас станут отрасли целые. Аналогичная картина в Германии и в Канаде. Что касается нашей страны, я согласен с тем, что надо менять общество раз, надо менять голые в два, и нужна вменяемая государственная политика, которая позволила бы эти процессы регулировать. И, как было сказано, и вами, и вами нужны центры адаптации приезжающих людей, которые не очень хорошо говорят по-русски, например, как Манчерк. Которые бы научили их нашим обычаям и русскому языку. Ваши планы? Вы собираетесь остаться в России? Ну, конечно, к папе, маме. Ну, каждый человек любит свою родину. Ну, я хочу здесь остаться. Конечно, приеду. Я уже три года, пять месяцев, я не пошел домой. Я осень поеду. Как много остается мигрантов здесь у нас? Примерно 60% желают остаться здесь. Уже если мы посмотрим статистику, то есть уже люди начали приезжать с семьей. Если детей приводят и сдают школу, то есть получают образование, это говорит о том, что у людей есть желание здесь остаться и работать. Мнение личное. Это хорошо или плохо? То, что они не просто приехали, поработали, построили и уехали, а остались здесь как граждане России? Личное мнение? Ну, опять-таки, не специалист, но только могу лично. Но я тогда немного шире. Вот по поводу чужаков и настороженного отношения. Вот вы, вы и вы, да, из Советского Союза. Вы тоже, скорее всего. У нас никогда не было настороженного отношения. Узбеки, армяне, азербайджанцы. Мы всегда сидели за одном столе. Я это с детства помню. Мы замки не закрывали никогда. У нас в соседнем доме жили узбеки. Все было нормально. Вот формирующее сознание сейчас делают СМИ. Вот то, что выливается в СМИ и преступлениям придается национальная окраска, причем она ярко это делается. Не делается так, когда это идет там местными совершенными преступлениями, но вот эта яркая подача, она формирует сознание. Это видно из тех, кто говорит интервью. Я считаю, что на самом деле это неплохо, что люди остаются, люди адаптируются. Ничего плохого в том, что у нас увеличивается население страны, потому что естественным путем я боюсь, и мы это видим. Мы же со второй стороны еще смотрим. У нас убыль населения. Мы продаем квартиры, и я вижу, что происходит. Я вижу, что молодые люди не спешат вступать в браки, не спешат заведить детей, у них нет стабильности. И я боюсь, что демографическая яма, она скажется как и на производстве, Андрей, последнее слово социологу. Приезжают мигранты, становятся гражданами России, остаются здесь. Хорошо или плохо? Хорошо. Потому что они приезжают сюда и тратят заработанные деньги здесь. Они приезжают сюда надолго, они принимают те правила и нормы поведения, которые все-таки будут обеспечивать им нормальное существование дальше. И они, особенно следующее поколение, начинают спокойно говорить по-русски и чувствуют себя здесь как дома. Спасибо большое. На этом все. Спасибо, что смотрели «Все говорят об этом». И смотрите еще. «Все говорят об этом». Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok